Уже третий год на улице Партизанская, 38, среднее профессиональное образование получают молодые полевчане, становясь востребованными на трудовом рынке. Филиал Уральского радиоколледжа имени Александра Попова готовит кадровое пополнение для предприятий и организаций города. Находясь в непосредственном подчинении Министерства общего и профессионального образования Средловской области, в решении насущных вопросов коллектив колледжа вынужден обращаться в муниципалитет и городскую думу. Это были четыре основные вопроса. Первый вопрос – это освещение по улице Октябрьская, это тротуар по улице Октябрьская, это пешеходные переходы и знаки, которых не было возле нашего колледжа, и еще один вопрос – это общественный транспорт, которого в нашем районе тоже нет. Но, к счастью, три из этих четырех вопросов были решены. В этом году радиоколледж подготовил проект спортплощадки, который выиграл грант благотворительного фонда Синара. Средств хватит на первое время, но для того, чтобы построить полноценный стадион, будут необходимы дополнительные спонсорские средства. За помощью подготовки документации заведующая колледжем обращается к депутату городской думы, победителю праймерис Илье Бориско. Встретившись с педагогами, депутат не только пообещал помочь им с оформлением пакета документов, но и отчитался об уже проделанной работе в сфере образования. В преддверии 70-летия Победы в 2015 году была инициирована акция «Знамя Победы». Совместно с Северским трубным заводом, с Союзом офицеров запаса, с местным отделением политической партии «Единая Россия» были изготовлены точные копии «Знамени Победы» и газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. Все эти реликвии были вручены всем школам города и техникумам города. Во многом благодаря настойчивости Илье Николаевича был возведен пристрой к школе номер 14, проведен ремонт Центра культуры и народного творчества. С 2013 по 2016 год он выделял личные средства на ремонт школ, техникума, центра, подвижник. При содействии депутата было проведено множество патриотических акций, спортивных турниров и молодежных фестивалей. Находит время Илья Бориско и для профориентационной работы с молодежью. В рамках Всероссийской акции «Опоры России. 100 уроков предпринимательства» были организованы встречи старшеклассников школ города Полевского с преподавателями экономических вузов города Екатеринбурга, где подробнейшим образом ребятам рассказали об истории предпринимательства, об особенностях развития предпринимательства в России. Были проведены тесты с ребятами, чувствуется живой интерес у ребят, много было вопросов, хорошее неформальное общение, может быть, кого-то действительно заинтересует. От социальных вопросов перешли к обсуждению проблем городского хозяйства, коммунальной сферы, транспортной доступности, создания памятника жертвам политических репрессий. В Думе Илья Николаевич работает в составе комитетов по городскому хозяйству и муниципальной собственности, местному самоуправлению и правовому регулированию. Перспективность совместной деятельности оценили все участники встречи. И, конечно, когда мы обращаемся к Думе, к администрации, какие-то по мере возможности вопросы решаются и решаются положительно. Педагоги выскользовали уверенность, что сотрудничество депутатского корпуса и учебных учреждений в дальнейшем будет столь же плодотворным. Мария Полищук, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.